Спасибо. Так, всем привет. Меня зовут Александр. Я программист в Mail.ru в студии Пушкин. Сегодня мы сравним Unity и Unreal Engine в разрезе 2D игр. У меня был прошлый доклад как раз про сравнение Unity и Unreal для 3D. Мы выяснили, если кратко, что Unreal крут, надо юзать Unreal. Вот. Да. Да-да-да. Вот. Ну, по тому докладу у меня есть статья на Хабре, если кому интересно, можно ознакомиться там. Вот. Значит, хочет ли оно переключаться? Не хочет. Значит, Unreal и 2D. Вообще, эта тема такая интересная, вызывает много вопросов, потому что мы в данный момент не наблюдаем большого количества 2D-проектов. Я, например, искал какие-нибудь коммерческие проекты 2D-шные, сделанные на Unreal, и, к сожалению, не нашел таковых. Вот. Да? Извините. Какой? Один здесь известный, вот он на сайте прям Unreal портит, портит прям в арсу, там, крой 2D-скроллер. Коллеги, давайте комментарий чуть позже сделаем, потому что сейчас просто вы говорили без микрофона, это будет неслышанная трансляция, и людям будет обидно. Предлагаю, после. Возможно, этот сайт-скроллер — это просто шаблон 2D-проекта, но не знаю. Если найдете потом, скажете, да. Значит, так. Есть знаковые проекты на Unreal Engine в 2D? Мы приходим к выводу, что, в общем-то, вроде нет таких, чтобы можно было показать. Вот, да. Сделано на Unreal, сделано круто и при этом 2D. Поэтому возникает вопрос, стоит ли использовать этот движок для 2D, и не слишком ли он, можно сказать, жирный для 2D-проектов. Есть скриншот игры Hollow Knight, она на самом деле сделана на Unity, и под десктоп она занимает 80,5 гигабайт, такой мощный проект. То есть, если вас пугает, например, что движок с Unreal добавит вам 100-200 мегабайт, например, своим присутствием просто, это, наверное, не так уже страшно. Ну, всегда зависит от проекта. Сегодня мы попытаемся выяснить, чем же хорош Unreal для 2D, сравним его в этом плане с Unity и посмотрим, как мы можем работать с теми или иными аспектами, спрайтами, текстурными, атласами, например, и рассмотрим вопрос создания 2D-персонажей со скелетной анимацией. В общем, тема, можно сказать, задана, и мы можем подумать, чем бы нам мог помочь вообще Unreal в разрезе 2D-игр. Ну, во-первых, мы можем попробовать создать свою первую игру в 2D, потому что 2D по определению проще, чем 3D-игра. То есть, несмотря на использование схожих сущностей, все равно их набор, более, так сказать, меньший набор сущностей мы можем использовать для 2D. То есть, как минимум, по определению проще, потому что графика плоская. Как минимум, одной IC, например, у нас нет. Мы, конечно, можем использовать фон, разные планы и все такое. Но как минимум, механика, например, сама плоская. Дальше. Можно сделать игру на блупринтах, как уже говорил мой коллега Филипп. Блупринты — это мощь, блупринты — это сила. Можно сделать вообще целиком всю игру на блупринтах, если очень захочется. Также, возможно, вам уже по каким-то 3D-проектам или наработкам знакома система Unreal Game Framework. Это целый набор сущностей от плеер-контроллеров до хада, интерфейса, анимации. Это все то. Если вам эта система знакома, возможно, вы тоже захотите ее попробовать в 2D. Также в Unreal очень прекрасный мультиплеер. То есть, это система клиент-серверного взаимодействия, где вы пишете сразу и клиентский код, и серверный. При этом вы можете на движке собрать выделенный сервер. То есть, в Unity, например, такого нет. Значит, дальше. Что нам дает Unity в 2D? Во-первых, у нас есть компонент спрайт-рендерер, на котором основаны все спрайты, вся 2D-графика. Получается, что мы спрайты переносим из контента в сцену, в редактор. И вот мы их так можем наблюдать. Это если развернуть камеру, посмотреть в перспективе. То есть, есть комбинация самих спрайтов, каких-то 3D-эффектов, например, частиц и так далее. В этом плане, если делать в Unreal проект, тоже схожая механика. Мы можем перетаскивать спрайты в сцену. Можно сказать, drag-and-drop такой. При этом Unity представляет два способа анимации для 2D. Это путем замены спрайтов в Animation Controller и можно создать анимацию. Тогда у нас несколько спрайтов и один графический объект. И получается, анимация подставляет текстуру этому спрайту. Также мы можем создать атлас из текстур, то есть несколько кадров, и сделать анимацию через скрипт UV-анимации. То есть, получается у нас смещение UV-координат делает нам движущуюся картинку. В Unity примечательной особенностью является то, что можно включить автоматическую запаковку используемых спрайтов в атласы. То есть, вы можете не переживать на этапе создания игры, что у вас много картиночек, что надо их как-то компоновать для оптимизации. Правда, эта вещь по умолчанию отключена. Но там, видимо, свои есть особенности работы. Может быть, при ее отключении сами итерации сборки, например, быстрее идут. Также в Unity есть специальные компоненты для 2D-физики. То есть, помимо 3D-коллайдеров, есть всякие коллайдеры, rigidbody для 2D. В этом существенное преимущество Unity, потому что в Unreal вся физика для 2D сделана 3D-компонентами, а 2D-физика, реализованная через Box2D, сейчас сделана только под Windows. Это экспериментальная фича. Возможно, ее потом доработают. Итак, мы переходим к вопросу, готов ли Unreal к 2D. Что у нас есть в Unreal Engine для 2D-проектов? Есть шаблон проекта 2D-сайд-скроллер. То есть, по аналогии с аналогичным трехмерным проектом сайд-скроллер, есть его 2D-версия, которая использует 2D-графику, основанную на плагине Paper2D. Это стандартный плагин Unreal Engine. Этот плагин дает нам поддержку 2D-спрайтов. То есть, это те самые основные графические элементы, из которых собирается игра. Также есть анимационные клипы. Они называются Flipbook. Это по аналогии с книжечкой. Если мы нарисуем каждый кадр на странице, а потом вот так перелистнем, то мы увидим движущуюся картинку. То есть, эти Flipbook представляют в себя средство анимации. Также спрайты и Flipbook можно импортировать из программы Texture Packer. Это программа, которая позволяет настроить параметры компоновки атласа текстурного и загрузить в Unreal такой атлас, и мы получим каждый спрайт в виде отдельного ассета, который мы можем потом точно так же драг-н-дропом перетаскивать на сцену. На картинке мы видим платформы как раз из проекта 2D-сайт-скроллер. Правда, персонаж тут немного не такой. Но ничего страшного. Как я говорил уже, физика там только 3D. То есть, если мы рассчитываем на мобильные платформы, нам придется крепить 2D-спрайты к 3D-физическому представлению. Штука странная на самом деле. И для персонажа, например, существует специальный флаг, который ограничивает перемещение персонажа в заданной плоскости. Ну, буквально, чтобы нам какой-нибудь объект, врезавшись в капсулу, например, персонажа, не унес его вообще из нашей 2D-сцены куда-нибудь вдаль. Мы тогда уже и управлять нормально, наверное, не сможем. Вот. Судьба его будет туманна. Значит, как насчет персонажей со скелетом? Ну, что в Unreal, что в Unity нет встроенного для этого средства. То есть, нет стандартного компонента для двухмерной скелетной анимации. Но мы этот вопрос еще раз смотрим дальше. Что нам может дать Unreal в качестве для создания 2D-уровней? Ну, как я говорил, уже это перенос самих спрайтов в сцену. То есть, мы собираем сцену драг-н-дропом. Также есть интересный инструмент создания уровней путем создания тайлов и тайл-мэпов. То есть, мы создаем некий набор маленьких элементов тайлов фиксированного размера, и потом из них уже строим уровень. Причем Unreal нам дает эти средства. То есть, вы видите такую сетку из тайлов, где создана уже какая-то основа уровня. Тайлы сочетают в себе как графическую часть, так и коллайдеры. Можно у них настроить разные слои. В итоге такая вещь оптимизированно рисуется и оптимизированно, так сказать, обрабатывается ее физическое представление. Также Unreal дает нам через блупринты возможность связывать элементы уровня блупринтами. То есть, мы можем прямо, не создавая никаких специальных инструментов, сказать, что вот, например, после этой двери у нас босс, например, что-то в таком духе. Или, например, если бочка взорвется, то произойдет еще какое-то событие. Вот на врезке вы видите связь подобных событий. То есть, если брать аналогию с Unreal, то, вернее, с Unity, нам бы пришлось создавать для Unity специальный скрипт, можно даже сказать, специальный для конкретного уровня, либо заготавливать специальную систему cut-scen, чтобы подобные связи можно было реализовать. Что касается 2D-персонажей. В плагин Paper 2D в Unreal представляет нам компонент, даже actor, можно сказать, Paper Charter. Это персонаж, основанный на Flipbook, то есть на вон той системе спратовой покадровой анимации. Помимо самого персонажа у него будет физическая модель в виде капсулы, опять же, 3D. Для олдскульного поведения есть флажок специальный двухмерный плоского основания капсулы. Позволяет, можно сказать, вернуться в прошлое и сделать так, чтобы на стыках уровней у нас персонаж, например, на самой границе какой-нибудь ступеньки не падал вниз. Очевидно, если будет капсула, он просто соскользит и полетит. Возможно. Этот момент может быть ключевым для каких-либо игровых механик. То есть, если рассматривать вопрос персонажей, мы потом приходим к печальному такому выводу, что для скелетной анимации там ничего нет в Paper 2D. Тут нас встречает интересная программа Spine. Ее сделала компания Esoteric Software. Это целый пакет для создания двухмерных персонажей. То есть, в этой программе мы создаем кости, к костям крепим спрайты, причем это не прямоугольные спрайты, можно их вырезать специальной геометрией. И уже сама анимация будет скелетной. То есть, как минимум, она будет более плавной за счет того, что движения обсчитываются каждый кадр, интерполируются между собой ключевые кадры. Сама анимация при этом весит меньше. Также дает возможность привязывать различные объекты к этим персонажам. В общем, при работе с этой программой мы создаем всего персонажа в ней, все анимации создаются в ней, настройки привязки объектов тоже в ней. То есть, при экспорте из нее мы получаем файл атласа с картинками, то есть с частями персонажа, и JSON, например, с анимацией. То есть, эти два файла, можно сказать, описывают нам и анимацию, и персонажа, и возможные там даже можно действия к событиям крепить, например, звуки шагов. Можно прямо в редакторе настроить, посмотреть, как это выглядит с анимацией, и все, экспортировать у нас уже, можно сказать, готовый персонаж. Также заявлено, что Spine поддерживает деформацию этих мешей, то есть мы можем растягивать кости, будут тянуться спрайты. Ну, это на самом деле есть не во всех таких пакетах, но фишка примечательная. Может быть, для всяких там языкастых тварей, например, используется, чтобы он языком куда-нибудь своим достал. Ну, ладно. Ладно. Значит, также эта система позволяет блендить анимации между собой и управлять ими программно. То есть, создав одну анимацию бега, например, мы можем плавно перейти в анимацию ходьбы и наоборот. Естественно, такая система накладывает свои ограничения. У нее есть множество всяких платформ поддерживаемых, то есть рантаймов для пакетов, в которых она работает, для движков тот же Unity и Unreal. Из-за того, что у нее есть такой специфичный набор возможностей и многообразие платформ, сама система часто идет в отливе от основной системы анимации в движке. И, например, если в Unity можно, есть возможность создать ту же самую иерархию костей, которая была изначально в персонаже. Прямо одной кнопкой делается. У вас появляется вся вложенная иерархия. Например, в Unreal такого она не дает. Там можно создать специальные компоненты для привязки экторов к костям. Мы задаем, например, название кости, и объект привязывается к ней. Но это тоже не самое печальное. Печально тут то, что нам приходится управлять этой анимацией, можно сказать, вручную, в функциях, там, тик, апдейт и тому подобное. Мы говорим, мы сейчас хотим играть в такую анимацию, потом, например, забленься с вот этой анимацией. Но большинство возможностей, которые есть в движках, особенно в Unreal, там теряются. Она не связана с существующей системой анимации. Значит, в последних версиях Unreal была исправлена какая-то ошибка, которая мешала собираться этому плагину для него. И сейчас его можно вполне себе использовать. Плюсы этого плагина для Unreal в том, что все примеры реализованы на блупринтах. То есть она доступна и из кода, и из блупринтов. Прямо есть несколько примеров сцен с, например, движением персонажа, с блендингом анимации и тому подобное. Вы можете их прямо сходу использовать, смотреть, как они сделаны. Также есть удобная привязка событий, тех самых, я говорил уже, звуков, например, шагов. Это образный пример, потому что вы можете привязать на самом деле любое событие к любому месту анимации. События именованные, как и сами анимации. В этом плане в Unreal можно прямо привязать делегат события по названию и тут же сделать реализацию, то есть какая будет реакция игры на это событие. Ну, как я уже говорил, тут минус в том, что система анимации на самом деле не связана с Unreal. То есть все, что нам дает Unreal, типа animation, блупринт, всяких схем блендинга, все это мы использовать не можем. Так, ну, при ручной управлении анимации аналогично. То есть нам приходится самим говорить, вот сейчас вот эту анимацию включи там. В таком духе, прямо это в тике, в апдейте. То есть нужны какие-то дополнительные таймеры, какие-то дополнительные стейты, чтобы заставить это правильно работать. Но, тем не менее, система хороша тем, что вот в Unreal, например, нет встроенной системы 2D-скелетной анимации. Этот плагин позволяет вам ее использовать. То есть можно создавать персонажей. Что мы можем сказать про оптимизацию 2D в Unreal Engine? Ну, во-первых, это упаковка спрайтов уровня в атласы. То есть получается, что это избавляет нас от переключения текстуры. И мы можем использовать, значит, команду merge sprites. Это аналог, можно сказать, merge actors, только для спрайтов. В Unreal Engine по умолчанию, ну, не то, что по умолчанию, просто если вы на сцену несколько даже одинаковых спрайтов перетащите, получится столько же друколов. То есть на самом деле нет встроенной автоматической оптимизации в этом плане. Поэтому имеет смысл некоторые части уровней выделять, группировать и, собственно, использовать инструмент merge sprites. То есть мы выбираем нужные объекты, появляется в контекстном меню такая возможность их объединить. Но, несмотря на это, есть, например, инструмент редактирования геометрии спрайтов. Мы можем, как показано на картинке, мы можем вместо дефолтной прямоугольной формы спрайта задать свою, например, вырезав пустые места пикселей, то есть прозрачность, уменьшив over draw, например, тем самым увеличив производительность. Как и для трехмерной графики, в 2D графике актуальна оптимизация через material instances, то есть инстансы материалов. Мы можем по привычке, как в Unity, копировать материалы. В Unreal так делать не стоит. Стоит делать один базовый материал, который задает шейдер. Можно даже ставить какие-то дефолтные, может даже встроенные текстуры, то есть не те, которые вы хотели бы сейчас использовать. Делать из него material instance, то есть экземпляр этого материала, этого шейдера. И уже туда передать все нужные параметры и настройки. Это нам сэкономит место и время в шейдерах. То есть не будут созданы куча скомпиленных версий шейдеров. На самом деле они занимают много места. Ну и производительность, соответственно, тоже вырастет. Как я говорил, если мы перетащим несколько спрайтов, они не будут объединены автоматически. Вот это минус все-таки. То есть надо это делать. Я прям видел печальную статью. Человек прям пугался, говорил, а что же за ужас. Он перетащил на экран порядка 20 тысяч спрайтов одинаковых. И Unreal ему выдал какие-то 5 FPS. Но Unreal же не знает, что он чисто для эксперимента так сделал, что в нормальной игре так делать не будет. Естественно, он никакого мерч спрайтов не вызывал. Поэтому Unreal считал их честными, отдельными объектами. Рисовал каждый в своем месте, как он и хотел. На самом деле, мерч спрайтов также объединяет коллизии объектов. Возможно, в этом плане есть какие-то свои тонкости. Может, они не все прям с одинаковыми правилами объединяют. Ну, ладно. Что нам может предложить Unreal в плане маркетплейса, то есть если мы захотели какого-то контента, в том числе для прототипирования? На самом деле 2D ассетов мало, но они есть, тем не менее. В основном это наборы арта, то есть какие-то уровни, какие-то персонажи. Иногда встречаются шаблоны целых проектов, типа платформеров, раннеров и тому подобное. То есть тоже можно их использовать. Но, к сожалению, нет там никаких инструментов для 2D, то есть никаких эффектов, никаких, например, тех же самых систем скелетной анимации. В этом плане в Unity все гораздо веселее, больше возможностей. Там даже систем для подобной 2D анимации, штук 5, например. Тот же Puppet 2D, Anima 2D и тому подобное. Есть, так сказать, и примечательные некоторые фичи Unreal в 2D, которые мне удалось найти. Например, в той же анимации персонажа, это, кстати, может быть не только персонаж, а вообще объект, Flipbook, можно для каждого кадра задать отдельный свой физический коллайдер. То есть, возможно, вы сможете прямо одним таким ассетом сделать какой-нибудь необычный объект, например, какие-нибудь магические ворота, которые прямо анимацией открываются и раскрываются. Я не знаю, конечно, насколько это будет оптимально в плане каждый кадр менять коллежу, но, тем не менее, такая интересная возможность есть. Также вот того 3D-шного товарища окружают спрайты, от них есть прям такие тени реалистичные. На самом деле эти товарищи двухмерные, но и можно прямо, не городя никаких специальных инструментов или, можно сказать, костылей, включить от этих спрайтов 2D-тени, и даже реакцию на освещение, это делается заменой материала, используемого для спрайтов. То есть есть прям спрайт, лайт, или спрайт, лайт, шэдов, например. Это может природиться, если, например, у вас есть… Если ваша 2D-игра, например, содержит в ней 3D-environment, то есть уровни, а сами персонажи при этом плоские. Ну, бывает такое. Например, тот же Hollow Knight, там тоже есть такие элементы. Также можно в настройках проектов включить специальную сортировку спрайтов. То есть если, можно сказать, у вас дефолтное что-то типа платформера, то вам, наверное, не очень важно, как производится сортировка. Может, какие-то спрайты вы можете просто отодвинуть на задний план, и они автоматически отсортируются как нужно. Но если, например, у вас что-то типа изометрии, и нужен именно порядок между самими динамическими объектами, то, возможно, имеет смысл выставить ось сортировки в виде оси вверх, тогда они автоматически сами будут сортироваться. Я встречал Unity проект, в котором подобная сортировка была сделана в скрипте для каждого объекта. Там есть sort-layer, то есть цифра для сортировки спрайтов. И каждый скрипт, каждый кадр опрашивал свои координаты и передавал ему рассчитанное значение. То есть это, конечно, свое влияние на производительность окажет. Ну, не знаю, конечно, может, это не для каждого проекта актуальная проблема, но тем не менее интересная возможность. Значит, если подводить итог, стоит ли вообще использовать Unreal, и, может, какие фичи критичные, какие нет. Я их, на мой взгляд, расположил в таком приоритетном, можно сказать, списке. Основной проблемой я вижу то, что в Unreal сейчас нет двухмерной физики для большинства платформ, то есть сейчас пока только в виде экспериментальной для Windows. Ну, можно сказать, работать с этим как-то не получится, наверное, в широком плане, потому что есть и всякие мобильные, и консоли, и свитчи, и все. То есть если на большинстве платформ нет 2D-физики, это будет причинять боль. Значит, как я говорил, батчинг до D-спрайтов. Ну, в Unity на самом деле не пишется. Если мы перекинем много 2D-спрайтов, это не будет отображено в окне статистики, но, тем не менее, производительность говорит сама за себя, он их все-таки объединяет в дроколы. А в Unreal уже придется использовать инструмент Merge Sprites, или, возможно, ждать, когда появится более лучшее решение, чем существующее Paper 2D. В Unity можно найти различные ассеты для эффектов на спрайтах. В Unreal уже этого, конечно, сейчас пока нет. Как я говорил, есть в Unity различные инструменты в Store, то есть и плагины, и расширения, и эффекты. В Unreal, к сожалению, нет. Только 2D-проекты, какие-то шаблоны. Но дальше идут такие фичи, которые, может, не всякому проекту понадобятся. Это те же тени. А в Unreal, можно сказать, плюсом можно считать визуальный скриптинг, это вот Level Blueprint, тайловый редактор уровней. Если вы зачем-то захотите в Unreal сделать олдскульную игру такую с пиксельной графикой, почему бы и нет, собственно. Ну и анимация модели коллизии тоже, наверное, такая интересная экспериментальная фича. Если подводить итог всего вышесказанного, то все-таки в Unreal есть такие базовые инструменты для 2D. То есть даже если вы захотите там анимацию скелетную, вам придется дополнительно какие-то средства и инструменты изучать, в них разбираться. То есть нет аналогичного удобства, которое Unreal представляет в 3D. Значит, основная проблема – это отсутствие встроенной физики. Ну, как я говорил, если в игре, например, у вас есть только 3D environment, например, а сам персонаж 2D, то, возможно, в Unreal не так страшно и будет сделать такую игру. Вот так вот. Ну и, скорее всего, для 2D проекта разумнее взять какой-нибудь другой движок, наверное. Но это всегда зависит от проекта, от ваших, например, желаний, целей, потребностей. То есть может вы прямо сейчас, может вы, например, до этого не знали, что вообще можно в Unreal что-то сделать двухмерное. Может вы прямо этим вечером соберете какой-нибудь прототип. Кто знает. Вот. Ну, в общем, вот такие вот. Вот такие вот. Такую картину нам представляет Unreal Engine 2D. Спасибо. Спасибо, Александр. Есть ли у кого вопросы к Александру? Есть. Могу и вылазвать. Приношу. Ну, что это интересно. Спасибо за доклад. Ну, потом. Ну, раз уж затронули на Unreal тему 2D, то, соответственно, вопрос, какая у него производительность на мобилках. На мобилках производительность терпимая. Везде есть свои плюсы и минусы. На самом деле можно вполне себе крутые игры делать и в 3D. То есть 2D тут не является каким-то таким показателем. То есть при должном внимании к отдельным вопросам, например, если у вас, может, баттинг, например, плохо работает или что-то еще, можно всегда к этому вернуться. Плюс, например, возможно, вы захотите, например, 2D спрайты некоторые рисовать вообще через Canvas. Ну, то есть почему бы и нет. То есть всегда зависит от контекста в таком плане. То есть производительность прекрасная, просто физики нет. Да, просто физики нет. Еще был вопрос, видела? Это был комментарий. Это был, видимо, не вопрос, а комментарий. Это был комментарий, да. Да, очень. Seed and Sandbox. Игра, причем очень красивая, может быть. Ну, ага. Смотри. Разработчики идут дневник, можно почитать. В общем, безумству храбрых поем мы песни. Если будут появляться игры, то это только хорошо. То есть я сам люблю 2D-шные игрушки, и мне очень печально было, что некоторых вещей не было в Unreal изначально. Их добавляют, вот понемножку о чем говорил Александр, да, анимация костями. К сожалению, там интеграция спайна, она далеко не полная. Хочется ее видеть, сочлененные вместе с анимационными блюпринтами на Unreal. И, насколько я знаю, такие работы велись. Но пока энтузиастами, надеюсь, в будущем появится. Еще я видел вопрос. То есть вывод можно сделать такой, что лучше всего делать псевдо 2D, то есть 3D, но отключательный. Да, скорее всего. То есть в этом плане вы тогда сможете использовать все преимущества Unreal, в том числе и вот эти анимационные блюпринты, и все это многообразие возможностей и фич. То есть там есть много инструментов типа, например, смещения, там, прицеливания в анимации, там, какое сочетание с программными какими-то элементами. То есть да, 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 там несравненно больше возможностей, чем представляют текущие инструменты. Еще вопросы? Еще один вопрос. А знакомы ли вы с системой Creatures? К сожалению, нет. Это тоже костевая анимация, да? На самом деле я видел… Костевая анимация тоже? Да. Там тот же самый принцип, что и у спайной интеграции в Unreal. К сожалению, пока ни одна компания не интегрировала это вот так вот полностью. Они вставляют анимацию, но получается вся обработка, все эти анимации происходят внутри такого черного куба и не имеет никакого такого поишки в Unreal, кроме, так сказать, проиграй вот эту анимацию. К сожалению, этого недостаточно для каких-то продвинутых 2D-шных игрушек. КОНЕЦ КОНЕЦ